МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорить и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Николай Кузнецов. Здравствуйте. Сводный отряд МЧС России завершил очередной этап работ по разминированию территорий Донбасса. Пиротехники вернулись домой. Севастопольских героев встретили в их подразделении коллеги и родственники. Эмоции только положительные. Встречу организовали очень теплую. Встретило руководство, коллеги, семья. Поэтому только положительные эмоции. Поддерживало то, что знали, что семья ждет. Общение с дочерью, общение с женой обязательно поддерживают. Также родители. В составе сводного отряда были представители специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского, Ногинского, Сибирского спасательных центров и Уральского учебно-спасательного центра ведомства. Ротация продолжалась с апреля месяца по сегодняшний день. За все время работ пиротехниками МЧС России было обезвежено 564 взрывоопасных предмета и очищено 126 гектар территорий. Специалисты МЧС разминировали мирную инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья. Это была третья поездка на Донбасс за этот год. Мужчина сорвался с 15-метровой высоты в районе Дикого пляжа Баунти. Сообщение о происшествии на мысе Фиолент поступило вечером 6 ноября. Как сообщает прислужба главного управления МЧС России по Севастополю, мужчина 1990 года рождения вместе с попутчицей спускался в сумерках к дикому пляжу. Он оступился и упал вниз с высокого склона, в результате чего получил перелом ноги и ушибы. К месту прибыли сотрудники аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и спасательной службы города. Пострадавшему оказали первую помощь и на носилках доставили его к медицинской карете для госпитализации. В доме номер 50 на улице Льва Толстого едва не произошла трагедия. В подъезде внезапно обрушилась часть потолка, чудом не покалечив местную жительницу. Взволнованные севастопольцы позвонили в редакцию нашего телеканала с просьбой о помощи. По словам горожан, уже несколько лет их дом представляет опасность для жильцов, буквально рассыпаясь на глазах. Маленький Степан теперь поднимается по лестнице с опаской. Старая штукатурка с потолка в любой момент может упасть. Утром в среду, 6 ноября, ветхие перекрытия едва не покалечили его маму. В тот момент, когда женщина просто выходила из квартиры. Хорошо, что не было детей в этот момент. Выходила я из квартиры в подъезд и в этот момент упала пыль, грязь, штукатурка. Был шок. Испугалась. Во-первых, это не передать. Это был просто туман. Пыль, страх. Первым делом что? Думала, ну, сыпется дом. Двухэтажный дом, в котором проживают несколько севастопольских семей, построен в 1950 году. Несколько десятилетий в здании не делался ремонт. Лишь в 2018 году была восстановлена кровля. Фасад, стены и потолки в подъезде – все это больше напоминает старый барак, а не жилой дом в центральном районе Севастополя. Есть фотографии 15-летней давности. У меня, к счастью, сохранились. Мы недавно их нашли. На котором видно состояние подъезда еще тогда. Потолки у нас, перекрытия дома, деревянные. Деревянные потолки, деревянные перекрытия. Проезжает большая фура и бывает, что с потолка падают куски штукатурки. Дом номер 50 на улице Льва Толстого – обладатель интересных архитектурных форм. Недавно к ним добавилась еще одна. Кусок крыши оторвался и завис на стене, удерживаемый только водосточной трубой. И такие падающие подарки – не редкость в этом доме. Обратите внимание, недавно было, буквально прилетело возле нас кусок, огроменный кусок просто улетел сверху. О проблемах с этим домом городским властям и коммунальщикам известно давно. Однако ситуация не меняется. Примечательно, что капитальный ремонт запланирован здесь на 2031 год. Здание до этого момента может и не дожить, уверены местные жители. Ничего не делается, по вниманию не берется, никто нас не слышит. И хотим привлечь внимание, чтобы что-то решили. Либо капитальный ремонт, либо расселение. Ну, сколько можно, но дом реально сыпется. В управляющей компании «Центр», в ведении которой находится многоквартирный дом номер 50 на улице Льва Толстого, нам пообещали подготовить информационную справку. В свою очередь, жильцы ветхого здания намерены обратиться в том числе и в правоохранительные органы. Люди не хотят каждый день рисковать своим здоровьем и жизнью, спускаясь по лестнице в подъезде, где сыплется потолок. Николай Кузнецов, Юрий Риутин, Севинформбюро. Спустя год, после начала масштабной реставрации, снова открыт подземный пешеходный переход на улице Героев Севастополя. Это был первый ремонт за 63 года. Переход у остановки «Памятник матросу кошки» заработал в апреле 1980-го. Подробнее об истории его строительства и о том, что изменилось после реставрации, в нашем следующем сюжете. Место для строительства известного всем севастопольцам и недавно обновленного пешеходного перехода на корабельной стороне в 70-х годах прошлого века выбрано было не случайно. В первую очередь, речь шла об удобстве и безопасности рабочих севморзавода, где в то время на подъеме было многоотраслевое производство. Активно развивались и близлежащие районы. Дома для заводчан строили на проспекте Победы. Вот представьте, звенит гудо, конец смены, конец рабочего дня. И тысячи людей, а тогда численность сотрудников севморзавода составляла где-то 10-12 тысяч. Из главной проходной такая огромная масса трудящихся спешила домой. Конечно, вот одномоментно они все переходили дорогу. И вот поэтому для их удобства, для их безопасности было принято решение построить подземный пешеходный переход. Строительство началось в 1978 году в сентябре. На строительство перехода потребовалось больше полутора лет. Его открыли в апреле 1980-го. Работы проводили строители 432-го управления. Участвовали в них и сами работники севморзавода. Об этом больше 40 лет напоминала табличка, которую сейчас в отреставрированный подземный переход пока не вернули. Когда началась реконструкция, доска куда-то исчезла. И, конечно, хотелось бы, чтобы она вернулась, нашла свое место в новом комплексе. Потому что это, хотя такой незначительный, как будто бы маленький, но тем не менее это кусочек нашей истории. Тогда, в 80-х, открытие подземного путепровода для жителей корабельной стороны, да и для всего города, было целым событием. Это было значимое событие. Я помню, что мы с подружками даже специально приезжали на остановку матроса-кошки для того, чтобы просто прогуляться по этому подземному переходу и все внимательно осмотреть. Нам было очень любопытно. Стены и ступеньки подземного перехода были облицованы плиткой, гранитной плиткой, белого и красного цветов. Помимо этого, была еще облицовка туфовыми плитами, такого розоватого оттенка, что очень красиво смотрелось. За десятки лет эксплуатации часть плитки отвалилась. Другая была заклеена объявлениями и закрашена граффити. Переход давно нуждался в реставрации, которая, наконец, началась в сентябре 2023 и завершилась спустя год. Однако сейчас мнения севастопольцев разделились. Довольны новыми стеклянными конструкциями на входах в пешеходный переход далеко не все. Многие говорят о том, что, к сожалению, утрачено видовое раскрытие на наш памятник матросу-кошке. Даже некоторые жители Корабелки шутят, что кошка теперь в аквариуме, потому что с противоположной стороны улицы и с дороги, вот эти стеклянные конструкции, они закрывают вид на памятник. Со стороны проходной севморзавода памятник теперь закрывает импровизированная парковка. Автомобили сюда стали заезжать, когда поворот открыли для машин на время ремонта и изменения движения. Кроме того, изменился и сам проект перехода. Теперь с каждой стороны есть по одному выходу. Место двух других заняли лифты для маломобильных граждан. На старом пешеходном переходе было по два выхода с каждой стороны. К остановкам проходной севморзавода. И на той стороне был выход к тому месту, где мы сейчас видим памятник героям-подводникам. Тогда его не было. Он появился спустя три года. В 1983 году. Конечно, сейчас такого движения нет, как было в 70-е, 80-е. Тысячи людей здесь не проходят, но тем не менее. Это создает определенные неудобства для жителей города. Обновленный пешеходный переход официально открыли 1 ноября. Сейчас здесь завершаются работы по установке лифтов. Внутренняя отделка выполнена из натурального камня. Установлена система видеонаблюдения. А стоимость работ составила около 300 миллионов рублей. Валерия Солодатенкова, Севинформбюро. Севастополь покинул его творец добра. Не стало волонтера, предпринимателя, председателя благотворительного фонда «Твори добро» Дениса Птички. На протяжении долгих лет он проводил множество акций. Поздравлял ветеранов с Днем Победы. Приходил в гости к особым детям в образе Деда Мороза с самой настоящей бородой. Жительницы Севастополя получали от него цветы, ко дню семьи, любви и верности. А дети из освобожденных территорий – теплую одежду, игрушки и другие добрые подарки. Сотни городских ребятишек побывали на его ежегодных бесплатных рыбалках, на которых Денис учил малышей не только удить рыбу, но и дружить, помогая друг другу проявлять милосердие. Все благотворительные мероприятия Денис Птичка организовывал на собственные средства. Он умел подарить тепло и заботу не только своей семье, но и огромному количеству детей, которые в этом нуждались. Совсем недавно Денис Птичка стал героем проекта «Вслед за отцом», авторы которого рассказывали о сотне лучших пап со всей страны. В интервью проекту он поделился своей главной мечтой – чтобы самым громким звуком в мире был детский смех. Тепло и радость, которые творец добра Денис Птичка сумел подарить за годы своей жизни, останутся в сердцах многих севастопольцев навсегда. Ежегодная международная научно-практическая конференция «Система контроля окружающей среды-2024» стартовала 6 ноября в Севастопольском госуниверситете. В этом году она посвящена 300-летию Российской академии наук и проходит в расширенном формате с участием представителей стран «Осеан» и «Брикс». На международной конференции специалисты планируют обсудить современные вопросы глобальных и региональных изменений климата и окружающей среды, а также экологические проблемы природопользования. Для участия в ней зарегистрировалось более 200 человек – около 30 из других стран – Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланда. Они будут присутствовать на конференции дистанционно. Цель этой конференции – это объединить, собрать воедино знания специалистов из разных отраслей нашей науки по изучению окружающей среды и климата и в конце концов выработать определенное представление о современном состоянии исследований в этом направлении. Конференция посвящена трем направлениям – глобальное и региональное изменение климата и окружающей среды, экология природопользования, методы и средства измерения параметров природной среды. В рамках, прежде всего, нашей исследовательской повестки, в рамках нашей научной политики очень важно, чтобы на территории или на площадке университета проходили крупные, значимые, актуальные научные мероприятия, к числу которых относится и сегодняшняя конференция. Конференцию проводят с целью обмена результатами исследований. Я хотел, скажем так, довести свои научные направления, свои результаты исследований до широкой общественности, послушать мнение коллег о том, насколько мы правильно движемся, потому что, знаете, вариться в собственном соку тоже не очень хорошо. И важно иметь мнение коллег, мнение обсуждения, чтобы была дискуссия, подкорректировать что-то в своих исследованиях. В рамках конференции, в последний день работы, будет секция технических средств контроля окружающей среды. Она будет посвящена инновационным разработкам для контроля как воздуха, так и воды. Ну, в силу специфики города Севастополя, больше докладов будет посвящено морской тематике, в том числе тематике экологического контроля водной среды при помощи комплексов биомониторинга. В завершающий день конференции выберут доклады, которые будут рекомендованы для публикации в научном журнале «Системы контроля окружающей среды». Все еще можно. Севастопольцев старше 55 лет приглашают на ретро-вечеринку. С идеей подарить людям старшего поколения праздник, вдохновение, а также новые увлечения и знакомства выступила инициативная группа Севастополя. В программе – живая музыка, мастер-классы по кубинским и латиноамериканским танцам, чаепитие и многое другое. Наша задача – дать возможность этим людям отдохнуть, дать возможность объединить их по интересам. Они получат различные мастер-классы и окунутся в атмосферу 60-х годов в стиле ретро. Для них мы готовим разные мастер-классы. Изготовление свечей, музыкальные, танцевальные коллективы будут приглашены. И наша задача – привнести радость в их жизнь и порадовать, и быть благодарны нашему старшему поколению. Вечеринка для пожилой молодежи, как называют гостей праздника организаторы, состоится 9 ноября в 16 часов в гостинице «Атлантика» по адресу улицы Героев Сталинграда, 22, вход свободный. И к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Северный форум-бюро», телефон редакции 59-2060, а также мобильный «Плюс семь» 978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете, как обычно, на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей и увидимся вечером. Субтитры создавал DimaTorzok